Девушки отдыхают 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 игра предстоит против команды трикет гамбитом 3 3 уже на них несмотря на то что не в диффенсе давайте смотреть сейчас точно эко опять же эко в котором есть сохраненный девайс mp9 и дигал от на пани ранний выход на позицию которую называют часто олов мейстер и это кундун кстати что интересно его здесь пустили в роли пацика разведчика но широ вступит сейчас борьбу кстати отмораживается пока в смоке и это может быть неожиданность супра делает минус рой отвечает он пришел на плент рой делает еще один франк да это было близко как же близко был широк этому минусу рой прыгать землю со практически на голову но все же перестрелку выиграл бубский забрал интерца аксель и на фане вдвоем против четверых ну вот знаешь некая традиция уже отслеживается три киды забирают раунды при этом теряют максимум одного но в этом раунде все же пал и второй аккор погибает от хэдшота на фане аксель последний будет ли третий минус бубский здесь рискует очень сильно он это понимает пытается отойти грамотно кстати крутит ногу в итоге аксель понимаешь что если сейчас не найдет этот фраг то может в принципе уйти ни с чем опять же если засейвит фармган здесь нормально да в общем то потом в следующем раунде зайдет в апдаун тут вопрос уже в том как фокусить этот апдаун потому что если так три кит выбивают пожарку с гранатами ту же позицию верх-низ а которая говорю да то есть ее называют пожарка верх-низ апдаун что еще есть еще варианты поп-4 ну поп-дог это уже вагон на пожарке верх-низ лестница пожарка ну по-моему ты перечислил абсолютно все варианты так еще раз повторы сочных моментов прошлого раунда ну по сути гамбиты начинают потихонечку просыпаться надеюсь к первому оружейному раунду парни максимально готовы итак в сетапе оружия появляется снайперская винтовка традиционно она достается широ тиммейты тремки ну и один аук в руках акселя там перемычку заняли под б два опорника сейчас у гамбит на этой позиции смог заделает выход на нижний возможно его даже сейчас не будет конкретно в этот момент но оставлять люркера в перемычке это грамотно это восьмерочка это сьюш а вот экшен сейчас будет у акселя молик прилетел так пока байтят нужно быть очень аккуратным аксель играет без размена то есть саппорта у него нет бубский как же красиво он падает сейчас ну знаешь мы привыкли видеть подсадки двойные прыжки но вот так вот отчаянно никто наверное еще не приземлялся бубский при попытке занять верх-низ погибает и это энтри фраг для команды гамбит янгстерс ну ты знаешь аксель был хорош он очень уверенно стоял я вот волновался за его позицию но он отыграл шикарно выше всяких похвал хунда накидывает флешку мэй начинается заход на базу а 40 секунды конца интерс играет на сцепке также сплетуется зелень роя открывает на фаню падает интерс и что дальше работает аксель на апдауне есть размен два в три ситуации очень тяжело гамбит взять этот раунд и не в меньшинстве супра если сможет то есть шанс нет шанса нет супра нужно уходить на сейв широ с а в п ретейк смотрится бесперспективно это да как раз момент в котором супра получал огромное количество дэмэджа с большой вероятностью заставил гамбит янгстерс развернуться и уже отталкиваясь от пассивных позиций уходить на сейв ведь глядя на количество здоровья три киты спортс могли гамбиты оформлять это выбивание конечно это было бы очень сложно но все же шансы были правда отсутствие дефюз китова наверно стал вот тем самым переломным моментом нет дефюзов давай кабрацей ведь да не исключено снайперская винтовка для широ мк супра и уходят следующий раунд для гамбит янгстерс а вот три киты спортс ну знаешь на старте этого трейна показывает максимальный настрой оказаться после двух сыгранных матчей best of 1 серии в стадии плей-офф они легко играют в атаке и очень классно реагирует на колы хундена то есть видно как там идет пауза идет какой-то размен там появляется идея появляется тут же решение по координации хунден как бы его озвучивает и команда моментально реагирует в этом плане видно даже не то чтобы тимплей а просто взаимодействие да то есть она и есть им плей что в итоге эко ну ты знаешь я не согласен здесь гамбита не нужно было покупать там просматривался как минимум 12 дропа было и надо было цепляться учитывая а в п тем не менее ситуация 4 в 4 не самая приятная учитывая то что широ потерял достаточно много хп но тем не менее он жив и это главное для гамби да вот этот минус он может перевернуть ситуацию в этом раунде да хороший минус от интер за большинство для команды гамбит янгстерс но по-прежнему всего-навсего а нет посмотри там уже к 47 интер за супра сохраненную м к широ по-прежнему свп и это хорошие шансы на первый раунд в защите вот так то уже к смотрится совсем хорошо а широ его отпускают тем не менее он выживает 9 хп попытается сделать еще один минус отвечает тэйкор он забирает супра сейчас очень хорошая позиция делает да минус бомба выпадает есть инфа но тут же уже фланганули это был с юж два два ситуация с юж в уборе с сг делает еще два минуса и забирает травм для своей команды заметь неоднократно гамбиты уже оказывались большинстве но по-прежнему не могут реализовать эти попытки на взятие первого раунда близко но не результативно но из позитива конечно это то что было эко в прошлом раунде гамбит сейчас я полагаю что прилетела еще одна пауза нет похоже на паузу в любом случае закуп сейчас будет у гамбит 0 5 на в текущей ситуации дела плохо у гамбит если говорить о диффенсии в целом игре кстати вот знаешь если проводить параллели между двумя этими коллективами то они все же отличаются если в случае с трикет есть вот тот самый хунден который вокруг себя собирает молодежи пытается делать команду мечты то гамбит немного все по-другому там пять молодых амбициозных которые нашли друг друга и идут поставленной общей цели а вот хунден это но некая легенда человек который находится на дне статистики сайтах от вор если вы зайдете в парафию игроков и просто смотри какая статистика человеку весело получать удовольствие от игры это его забей какая статистика вообще ты не понимаешь это как раз таки магия человек отыгрывая с невероятным минусом практически все ивенты умудряется еще и их выигрывать я не говорю что он плохой темы значит хороший кэп да то есть не всегда человек должен убиваться при этом можно приводить команду к успеху и три кит это доказывает итак 5-0 попытка гамбит яна все разыграть в две снайперские винтовки на фаня покупает второе в пм но сейчас 4 плюс 1 играют в обороне там же девяточка врывается это рой делает интерес минус просматривался этот агрессивный выход от атаки и сейчас гамбит играют четвером а делают уже два минуса то есть играли одного опору ой 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 тут в упоре широк кстати он немножко загулял после вот этого минуса который он сделал не стоило поджимать близко мейн заигрались гамбиты были тут же наказаны бубский также делает минус в верх-низ отвечает на фаня 3 в 2 ситуация но опять же как мы видим три кит очень классно разыгрывают трейн я бы не обольщался на месте гамбит вот знаешь раунд который должны гамбиты были забирать без каких-либо проблем ситуация 3 в 5 все же превращается в них для какую-то сложность бубский хунден 52 и 44 процента здоровья попытка выхода на базу бубский заметил соперника пытается его ликвидировать врыв от супры ну вот почему тимой этого не подоставить странно супра здесь врывался опять же я не согласен с этим решением тем не менее попытался видимо хотел сразу же подловить своего оппонента который находится без позиции на катушках и в итоге что мы имеем два чела в пленте это возможно потенциально не читаемая ситуация для гамбит начинается ретейк на фаня не мобилен cvp увидел чела за собакой по второму нет инфы второй морозится просто в сэндвиче где интерс он идет через линию он делает минус попутки открывается хунтен один в один хунтен проигрывает этот раунд интерс успевает разминировать бомбу это первый для гамбит но все же сколько проблем возникло у молодых в этом раунде должны были закрывать без каких-либо шансов но каким-то чудом умудрились потерять абсолютно всех тиммейтов это первую очередь касается интерса вот этот минус и широ все он дальше должен отходить он не имеет права агриться в мэйне а он агрился еще и бубски здесь отлично сыграл этот раунд он хорошо что вы взяли гамбит для команды гамбит это хорошо но он не показателен дело в том что если сейчас гамбит возьмут еще раунд 2 тогда да можно говорить о каком-то скажем так успехе да или закреплении успеха а вот эта агрессия на зелене мне тоже не нравится на фаню потворки запустили будет ли повторный врыв урой к этому готов красный остается при этом игрок команды три киты sports 10 процентов здоровья но при этом потеряли уже гамбиты двоих игроков и ранняя агрессия была наказана в этом раунде широк силинтерс вторая против пятерых и три киты sports особо не торопятся четко отрабатывают прочекали интерсы наверх-низ хаяшка под ноги и все и ушел они сушат игру кроме всего прочего у них преимущество в два человека ну и смотри что происходит просто байтят ждут провоцирует на файте на файты опять же непонятная идея на фане солны зелень пуш все посыпались гамбит вот прямо сейчас можно брать паузу и я не знаю даже что что можно тут сказать пока все плохо ну похвалы однозначно три киты sports заслуживают видно что парни чувствуют эту карту ну и статистика на хелтовый орк этому подтверждение невероятный процент винрейта по трейну три киты по ходу портить они его не планируют но это сейчас будет у гамбит доминация полная в атаке от рикет вся 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 моя потенциальная вера в гамбит и два рубля на них с кфм 2 и 4 провалены ну подожди рано еще хранить команду 8 и 5 сейчас вот вот сейчас в луэн сейчас я стану я шучу а луэн на гамбит эко от гамбит да только пистолеты в этом раунде от гамбит янгсерс 3 дегла по 250 один успи тактика лунафани но опять-таки же начало далеко не самое лучше аккор забирает эндерза супра на размене ликвидирует бубского с деглом плюс аккор седьмой кстати позиция супры но внушает некие шансы на победу в этом раунде тайминг пока идеальный он пока почему-то даже его не не фокусит что самое интересное его просто даже не фокусит а его убили вот уже все значит знали они не просто пропустил в фраг мы его не видели и поэтому я подумал что я не обратил внимание на радаре чем это эко сейчас и трики забирают от раунд это очевидно это седьмой и комплексно комплексно нужно нужно попадать наверное просто по крайней мере пока что я могу сказать попадать команде гамбит команда трики попадает не все хорошо они разваливают не контролирует игру они грамотно сушат вот знаешь когда широ проигрывает перестрелку хунду ну у меня начинает бить тревога 7-1 триггеты спорт с шаги от победы в первой половине ну и это будет очередная попытка показать что-то внятное с оружием руках вот гамбит ямстер за сторону контр-террористов так ну что есть закуп 2 а вп на фане и широ также три эмки супра аксель интерес на ранних таймингах выход на мейны 2 хэшки plant отличная идея от трикидов они пока растянуты по карте в целом два игрока в перемычке под б там пока соло игрок соло опорник базы б это супра вот к нему широ подтянулся но опять же там контакта на б не передусмотрено на фане делает минус по рои есть размен на зелени и кор отвечает опять таки же заиграл опорник зелени сделав первый минус ты можешь раздобыв преимущество для команды отходить но вместо этого мы видим повторный выпад и верная смерть для на фане еще на всего минус еще при этом видел сразу же поджим мейна то есть опять же они как 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 это сформулировать ладно видимо я на себя слишком много беру пойдет раскидка сейчас от трикид и раскидки вероятно на базу а по крайней мере по позициям если смотреть то все смотрится именно таким образом для трики таксель играет в упоре на вагоне хорошая позиция можно под собой поработать нет вот эта вертуха забирает акселя на размене с южа падает интерс широ супра вдвоем против троих красный супра широс а вп на коре его останавливает и супре ничего не остается как уходить на сейв вот и восьмой в атаке для трикид победа в первой половине опять-таки же отсутствие экономики у гамбит янгсерс ну и супра в попытке сохранить последнюю эмку в этом раунде но трикид уже отправились на поиски этого они так просто не оставят но когда хундун делает такие вещи я же говорю вот тут надо бить тревогу тайм-аут тайм-аут нужен гамбит бомба взрывается это восьмой раунд для трикид это очевидно вот помнишь еще в бывые времена вот переводки горизонтальные они в принципе рабочие но когда ты фликаешь вверх-вниз а особенно с ак-47 когда ты или с гэшки ты бежишь и смотришь перед собой и флик наверх это тоже это признак мастерства хундун мастер своего дела да нормальный был рандом рандомчик от него я тоже так иногда делаю после просмотра аванпоста в кино 21 ноября для русскоязычной аудитории друзья обязательно посмотрите говорят фильм многообещающий по крайней мере по трейдеру очень интересно даже выглядит тайм-аут скорее всего от гамбит ямстер действительно время пришло надо что-то менять в этой защите она не работает против датского коллектива кстати вот те самые агрессивные сетапы о которых мы говорили вот они пытаются быть реализованы гамбитами но к сожалению я не могу понять тут вопрос не ну нет просто нет просто одна команда сильнее другой пока это все выглядит именно так и тут не в сетапах реки без шанса разматривать своих абонентов то о чем я говорил кстати когда они взяли раунда то есть там что этот раунд он не показательный показательный будет дистанция которая собственно так вспомнить какой раунд они забрали до крови под ситуация один на один интерс выиграл перестрелку игрока команды трикет и разминировал поставленную бомбу на последних секундах все остальные были легкой добычей для трикета итак 3 в 5 ситуация установленная бомба на понте шира на фане супра постараются сотворить маленькое чудо супра погибает ну и вслед за ним отправляется на фане шира со скаутом последний против четверых попытки найти минус кстати экономически вот глядя на трикет не все так просто дается датчану знаешь даже несмотря на разгромный счет количество денег трикет и спортс говорит о том что все же гамбиты напрягают но до взятия раунда дело не доходит так гамбит вообще зайдут на сервер было бы неплохо ну скучно проводницу им из вагона ресторана так два века да на фане и шира где-то это я уже видел 3 мки все то же самое супра аксель и интерес эйкер игра достаточно активно через мейн открывается на пойдет час дальше пикать нет ну пока здесь его никто даже не изолирует в целом мы видим достаточно закрытый сетап широ его отпугивают здесь опять же все грамотно и флешка прилетела вообще без шансов то есть как бы те гранаты базовые которые нужны трики для того чтобы отбить любую позицию они всегда кидаются в этом плане все четко внутри уже интерс не читают под собой чела а он там есть это эйкер бубски делает минус по аксель где-то произошло непонятно эйкер делает фраг по интерсу но как по ноткам у треки все получается особо не показывая нам какую-то атаку контактные выходы перестрелка и это то что приносит три кидом результат очень красиво играет реки вообще без шансов тут больше вопросов гамбитом за это своих моментах парни просто не убивают это да мы неоднократно наблюдали ситуации когда взлетают вертухи от хунда на что да в любой другой день молодые амбициозные ну делают легкие два минуса и останавливают подобные атаки здесь не летит здесь не получается но и трикид молодцы итак три в четыре установлена бомба троица гамбит пытается сохранить оставшееся оружие а ведь в элью в денежном эквиваленте очень солидная две снайперские винтовки есть эмка гранаты арморы кстати нет дефис китов немаловажный элемент но почему-то в этом раунде отсутствует сьюж напоследок еще и супру забрал правда оставили двух снайперов некий позитив гамбиты все же выносят из прошлого раунда осталось этот позитив реализовать в этом 10-1 да не такого трейна мы ждали но я там раз пел дифирамбы вообще этому мальчу говорил о том что он будет близким он будет интересным это трейн это наша тема и почему мы не видим здесь контер страйка я не могу понять игра будет в этой жизни хотя бы в этих пяти раундах четырех раундах за первую сторону хотелось бы но нет на фане уже отыграл на зелени та самая сохраненная снайперская винтовка без каких-либо шансов проигрывает перестрелку рою но еще и рой интерс пострадал ну даже твои крики не помогают лёш сейчас супра будет работать на б пошел молит пошла флешка пошел выход у трикет эстонский диффенс в одиночку против практически всей команды трикет и спорт бобски забрал супру ну и это будет очередная попытка сэйва акселя забирая трое дает тиммейтам уйти на зелень но ищейки трикет и спорт уже отправились на поиски такое ощущение что я услышал телефон звонок телефона знаешь такое вот камбэч на не показалось старый аппарат такой еще дисковый да такое ощущение что кто-то звонил пытался дозвониться в камбэчную но там видимо номер заблочили с другой стороны и все а сегодня камбэка не будет по крайней мере заказы не принимаются в зоне недосягаемости или недосяжности ну что 11-1 11-1 и знаешь даже нет попыток вот не то чтобы да игра в одни ворота здесь совершенно точно ребята из гамбит не сели на поезд не сели в вагон и пытается все это дело как-то на дрезине догнать я не знаю смотрим очередная попытка разыграть две снайперские винтовки широй на этот раз интерес будут отыгрывать роли снайперов на фаня уже с автоматическим оружием но вот на гамбит как никогда близки к второму раунду хотя пять в три они уже проигрывали да не но и так вам и сегодня видеть тут я думаю что фокус будет максимальный гамбит уже это не отдадут они обязаны это забирать ну то есть здесь можно на самом деле даже по фантазировать и камбэке но для этого нужно взять оставшиеся три раунда это первое второе это конечно же взятая пистолетка в атаке и не отдача форса это в общем-то рецепт да в котором гамбит могут выйти из этого и то есть нюансы даже то есть они даже еще в более худшей ситуации могут выйти но опять же видя то как играет в атаке трикет я не верю в то что они в гиппинсе будут ошибаться в упоре работает супра хунда находит фраг также по широк который играл на хэлпе а супра не очень удача на флэфе тем не менее делать минус кипр махнулся а ведь дело этот минус и опять-таки ситуация рабочая хунда на один против четверых забирает супру установка бомбы старина в таких ситуациях спасает крайне редко и этот раунд не стал исключением но все же попытка хорошая будучи в меньшинстве скрыли оборону базы б поставили бомбу но вот дело до победы не довели бубский если бы попадал спину игроку который врывался на плент ну по сути ситуацию делал бы абсолютно рабочий там можно было вытащить ну что еще два и в общем-то миссия будет выполнена здесь без права на ошибки в любом случае нет денег то есть второй бай и если просматривается то очень посредственный опять же агрессия на зелень и этот молик который откидывается кажется как раз таки читается командой трики ты смотри там сейчас будет дуэль четверочка против семерочки эйкер делает фраг поширо тут у нас аксель отвечает по и король это было на пленте а здесь дуэль проиграна хунда делает фраг да притом жесткий фраг походу он там в пиксель дал ему да вот я говорю когда хунда вырубает с 1 но это тревожный звоночек смотри при этом сейчас еще и у трикет бомба в мейне есть план b то есть сейчас они на а не будут заходить времени более чем достаточно как минимум они уже расшатали защиту гамбит янгстерс втроем отыгрывать в защите на трейне очень сложно правда вот перетяжку хунда на сейчас четко слышит аксель снабжает тиммейтов информации два игрока находятся уже на базе б и смогут ли на этот раз трикид и спортс удивить команду гамбит и так под раскидочку попытка выхода на базу б с упра забрал с южа разорвали там супру в итоге два в два ситуация интерс на фраг по хунда ну аксель идет со спины ну кстати все четко делает интерес он просто живет да то что позволяет акселю своевременно оказаться спине у тиммейта ну и бубски ситуации в которой надо подобрать бомбу но и при этом перекрестный огонь уже организован игроками гамбит янгстерс это минус для акселя и третий раунд для гамбит янгстерс но немножко стабилизировалась команда гамбит если это можно назвать стабилизации два раунда подряд есть тем не менее и еще один в обороне можно забрать деньги есть у трикет это не проблема и мы видели и бомбу ставили да и в общем то там была серия раундов которых денег хватало абсолютно в каждом понятно что сопротивление не так много было как хотелось бы наверное 11 коэффициентный гамбит сейчас в лайве это опять же перед последним раундом первой половины еще будет атака ну и наверное вопрос достаточно простой прямой будет ли здесь чудо возможно не исключено но это будет перерождение команды ну да слишком после таких переворотов могут можно и турик выиграть как бы на трейне за атаку вот так вот перевернуть это трикидов которые себя чувствуют за атаку как рыба в воде все фишки все гранаты все у них есть знаешь у тренера команды гамбит янсерс настолько много опыта что в принципе но может произойти это чудо то есть человек знает как делать камбэки и я уверен он уже неоднократно делился со своими подопечными за счет чего собственно все это дело происходит итак последний раунд первой половине по закупочке все хорошо у трикеты спорта но вот начало для гамбит провальная на фаню потеряли быстрая атака под раскидку на позиции апванта ну и пока что все под контролем хундун занимается установкой бомбы есть пуст есть минус от супры 4 супра в планте так ну вроде по позициям все достаточно дефолтно что по гранатам супра забрал аккора но вот уже и большинство для гамбитов хороших от с южа выключает широк с широк проигрывает практически все перестрелки интерс ой 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 я забираю этот раунд это четвертый для гамбит да вот тебе и характер ну вот таких-то раундов камбэки и начинаются отдав апвент дав поставить бомбу трикетом гамбиты сумели оформить идеальное выбивание но конечно же не без ошибок со стороны датского коллектива теперь надо начинать с пистолетки как бы банально это не звучало в случае поражения в пистолетом раунде шансов на камбэк у ямстерс практически не остается основная задача тренера сейчас правильно мотивировать подопечных и заставить забыть все происходящее по крайней мере на старте первой половины ну и постараться на той самой позитивной завершительной ноте начать вторую сторону и в атаке забрать пистолетку что с лицом болельщики гамбит красавцы молодцы умнички подыграли так что что у нас вообще по камбэку ну я думаю опять же что хундан в себе здесь уверен он прекрасно понимает что его ждет во второй половине его ждет диффенс диффенс это ну это непросто но опять же структурно огромный перевес я считаю позиционный имеет диффенс но атака у трикет была максимально убедительной поехали смотреть так что по задумочке у гамбит ямстерс четвером отправляется в направлении базы б бомба двигается там же номер один это интерс что же это будет что же это будет алексей как думаешь что сегодня пистолет ко мне а это нет не у них я спутал с фарзами да судя по всему выход на открытую а что по смоку мака не вижу есть только флешка пошел за война и решка да вообще просто ювелирная и пошла работа знаешь когда у тебя так начинается выход на закрытую базу разрулить подобную ситуацию сложно но все же гамбит попытается аксель забрал хунда на широ минус юж это уже большинство установлена бомба а вот тебе и переворот рой рой играет за ойлом есть инфа по нему нужно играть на удержание ни в коем случае сейчас нельзя оверпикать это очень важно два в четыре ситуации это нужно забирать нет и фузов куда лезем аксель погибает два в три рой эйкер щипчиков нет раунд уже проигран я не верю в это я и в это не верю два в два гамберс угомонил парочку а именно кора и роя и гамбит янгстерс даже несмотря на начальное точнее на провальное начало этого пистолетного раунда сумели справиться с этим раундом ну что а теперь вот вторая задача юра какая сейчас задача не проиграть форсу лишь все по плану ничего нового и кстати вот вспоминаем как действовали гамбиты на форсе и что делают три китэспорс максим два скаута два дегла как раз таки тот сетап оружия который позволяет контролировать все происходящее в раунде тебя два снайпера у тебя ближняя позиция для маг 7 но осталось все это дело реализовать а вот гамбиты показывают быструю динамичную атаку и это то что приносит результат но сьюж здесь может только постучать по пустому ведру в принципе знаешь почему такая ассоциация что когда максим стреляет он такой да такое ощущение что кто-то знаешь ладошкой бьет по тазику по пустому да что то есть так но опять же рецепт камбэка пока то о чем я говорил все сбывается да я сказал что нужно забрать три раунда в пол в первой половине последних и взять пистолетку и устоять против форса а теперь самое интересное теперь это тот самый момент когда три кит будут играть через раунд имея экономику в случае поражения то есть проиграв этот естественно потом будет такой полулегкий эко раунда уже следующий то есть это я так допускаю фантазии но мы не трикетах на самом деле сейчас нужно уйти от этой команды и сфокусироваться на своей игре это очень важно да сейчас действительно история больше про команду гамбит во многом все будет зависеть от исполнения раундов как раз таки этим коллективом итак 11 6 и еще один экономический раунд для три китэспорта удалось сохранить скаут и максим все остальные будут с пистолетами докупают две гранаты рой аккор и опять таки же постараются удивить хундун третью хаешку купил вот знаешь видно капитанская работа вот есть два девайса давайте попробуем еще что-то придумать дополним все это дело тремя хаешками авось сработает ну смотри гамбит мне нравится как играет они запушили аплэнд в прошлом раунде через обдауна сейчас выходит на бетку нужно чуть быстрее двигаться и так все будет хорошо так хаешки приносят первый результат широ остается красный 27 процентов здоровья правда это не мешает ямск открытие ворону б-планта сделать три первых минуса ну и по сути гарантировать себе победу в этом раунде хотя рой и пупский будут драться до конца ну скаут уже наверное можно сэвить хотя нет если смысл да не так если бы здесь был майки леле тогда возможно этот девайс бы пригодился интересная позиция за сэйвить ну очевидно дефуза здесь не про сэйв ну да странно странное решение но опять же наверное видимо это один из вариантов для того чтобы сделать минус и как-то подбить экономику соперника конечно же ну смотрим оружейный 7 11 разрыв уже в раундах не такой большой как казалось в конце первой половины не так много это 4 но опять же мы прекрасно понимаем что гамбит играет в атаке и это для них этот камбэк это маленькое чудо и это подвиг каждый раунд а по сути это в атаке они взяли пистолетный пока еще не первый оружейный но если его заберут то это два важных раунда при этом отставание будет уже в 2 а а что это такое то что раж b вот такой вот сплитом быстрый интересно какая коварная позиция с юж там уже троечка на планете гулять это аксель прямом нет инфы с юж в упоре делает минус у бубски еще одного забирает все раунд проигран я кстати ну не совсем понимаю эту идею пушить b вот так вот просто в перемычку притом трики вообще инста стянулись закрылись смоком ну то есть я не этого ожидал правда ладно мои ожидания это мои проблемы двенадцатый раунд трики точно заберут широ здесь не боец ситуация для него один в пять и трики не согласны конечно же с этим потенциальным камбэком от гамбит и выигрывает этот раунд не потеряв ни одного игрока двенадцать семь деньги у гамбит янгсерс ну знаешь неоднозначно вроде бы есть вот например у того же акселя денег нет нужен дроп тиммейтов конечно же он будет но кто-то пожертвует гранатами кстати мне вот интересно широ берет а в.п. авик на трейне в атаке должен здесь летать и делать ветер ну либо тиммейты должны создавать фейс и вот какая идея то есть ну берем и авик окей попекаем еще зелень но не так не так много здесь дадут возможности пикать то есть можно в общем-то оставить просто авик на зелени да имею ввиду в атаке и спокойно потом просто фокусить эту позицию да вот в чем идея команды гамбит пока там два на зелени уже один отошел бомба лежит в мэйне перемычка кстати так же под контролем у команды гамбит перемычка под базой b и что примечательно опять же обратите внимание на миникарту что только один опорник у трикет на базе b и трикет кстати заметь он играет не на чек он банально отыгрывает на первого выходящего или отталкиваясь вот какой-либо раскидки будет уже призывать тиммейта на помощь смотри в среднем тайминге перетянулся еще один это бубски и это говорит о том что гамбит сделали хорошую паузу в середине раунда и трикет их сейчас не читают так ну что хундун очень важный момент справился ли с выходом зелени действительно ситуация критическая что ли но главное наверное размен на зелени тут про внимание как играют комби я вижу ну бомба в моей не троишь 30 секунд и не себе себя сейчас зажали в тайме не сплит ли выход это на базу б и уж есть первый минус доброго акселя вот ему попадают по на фоне хундун что происходит почему чел зелени вообще ушел супра выходит на б делает минус по опорнику тут же ответ от сьюжа поджимая трое обдал уже делать фраг по интерзу что это было вот по-хорошему отталкиваясь от стартовой модели этого раунда мы видели некий сплит выход базы б 2 игрока по зелени двигаются в тупике смещаются в контрольский спаун и вместе с тремя выходящими с основных точек бэп ванта мы видим тот самый идеальный раунд в исполнении но что-то пошло не так итак 13 7 серьезные экономические проблемы у гамбит янгстерс есть снайперская винтовка у широ это будет очередная попытка закупиться и показать оружейный раунд но знаешь трики по моему словили свою волну в защите и уже гамбит не отпустят одна снайперская винтовка бомба в окно там команды на ве отыгрывают гамбит янгстерс эко сейчас в гамбит уже хунда нагреться откровенно как он шикарно отыгрывает в этом матче да хорош хунден хорош да вообще команда трикид играет особенно это трейн да опять же сейчас во второй отыгрывает шикарно несмотря на то что были да вторые проблемы в обороне проиграли пистолетку и форс не смогли взять сейчас видно что стабилизировались и все как бы ну и тут конечно еще честно это мое субъективное мнение но команда гамбит еще и помогает при всем при этом особенно прошлый раунд был непонятен непонятен был rush b совершенно ну то есть у тебя счет 7 11 у тебя нет преимущества для тебя каждый раунд он как бы на поражение фактически и ты так сильно гэмблишь в начале то есть типа расчет на то что играют 4 а все равно опорник застопит все равно ну не знаю ну то есть понятно что это все очень тонкая игра и нет инфы о том как они общаются какие решения не принимают это под под занавеской если можно так под заветный занавес в общем я уже поплыл надеюсь что команда гамбит не поплыла 7 14 сейчас будет у них закуп и фактически уже без права на ошибку лишь глядя на то что происходит ну вот гамбиты поплыли еще на старте трейна ну вот абсолютно ничего не получается как в стрельбе так и в тактических моментах просто и со вкусом триггеты готовы забрать свой сильный трейн 14 7 последняя попытка для гамбит ямстерс показать сопротивление мощному датскому коллективу супра уже в раннем дайминге выходит на степку опять же тут все понятно гг леваем алексей просто залетает нет не рано с юж два шикарных минуса так сильнофаня погибает на размене 24 ситуация выход на базу b ну вот здесь как раз таки шире должен включаться как лидер и не за ваша попытка но нет энтерс свой минус делает аккор приходит на помощь тиммейту и забирает 15 для триггеты sports 8 матч-поинтов гамбиты к большому нашему сожалению ну вот были у нас серьезные ожидания трейновых исполнений я вообще в целом я думал что игра будет ближе трейбу не хватило молодым узнаешь чего чего а вот этого элемента мы в первую очередь ожидаем от молодых команд ну то есть понимаешь то есть расчет на что насчет просто на стрельбу но так это не работает все стрелять вроде как умеют понимаешь а здесь мы не видели стрельбы мы здесь видели ситуации в возрастной и далеко не самый лучший стрелок опять разби выигрывают числе не рамки а вот такой очень быстрый ранний контакт фактически ну и кстати вот сейчас размен это очень хорошая ситуация в элли ситуация для гэмбит было бы неплохо поставить бомбу но и сыграть на удержание 4 в 4 ситуация была точно широ погибает эндерс отвечает дальше двигается внутри плента фундам поджимает черный вагон бубский делает фраг по интерзу и хунден грамотно отыгрывает на планете делает еще один минус на фоне 1 в 3 это гг-шечка что ли бомба минируется хунден на морозе с дебюс китами пытается обезвредить бомбу бубский забирает на фоне 16 7 очень сильно трикет играет карту трейн